Названный регион лидеры по числу погибших при пожарах. Названный регион лидеры по числу погибших при пожарах. 9.48. РИА Новости, Николай Хижняк, сотрудники МЧС во время тушения пожара на складе с полиэтиленовой и бумажной тарой в промышленной зоне Краснодара. 12 марта 2019 года. РИА Новости, Николай Хижняк. Москва, 10 апреля Новости. Наибольшее число пожаров с человеческими жертвами в 2018 году произошло в Московской, Свердловской областях и в Пермском крае, сообщает в среду Следственный комитет СК России по итогам анализа случаев гибели людей в результате пожаров. По данным ведомства, в 2018 году в территориальную и следственные органы СК России поступило 6286 сообщений о причинении смерти людям в результате пожаров. При этом погибло 7296 человек. Вчера, 3.24. В МЧС рассказали, как вести себя при пожаре в торговом центре. Наибольшее число пожаров с человеческими жертвами имело место в Московской области 205, 219 погибших, в Свердловской области 202, 245 погибших, Пермском крае 199, 238, Красноярском крае 182, 189, Челябинской области 162, 183, Ленинградской области 156, 178, Нижегородской области 155, 165. Более чем по 100 случаев таких пожаров произошло в Воронежской, Ростовской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Тверской, Волгоградской, Кировской, Самарской, Саратовской областях и ряде других регионов, говорится в сообщении. Что касается гибели на пожарах детей, в том числе из многодетных семей, то в 2018 году погибло 458 несовершеннолетних, годом ранее 359. По всем фактам проводились доследственные проверки. По 5468 сообщениям принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, По 496 сообщениям возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ 109, 216, 219, Причинение смерти по неосторожности, нарушение правил безопасности при введении строительных или иных работ, нарушение требований пожарной безопасности, сообщили в СК. Причины пожаров. По данным ведомства, значительное количество возгораний, 22%, происходит из-за нарушения собственниками жилых помещений правил пожарной безопасности, в том числе при неправильной эксплуатации электрических и отопительных приборов. Чаще всего такие случаи фиксировались в частных домах. В отдельных случаях допускались конструктивные просчеты при проектировании жилых помещений, как следствие, неправильное размещение электропроводки и отопительных элементов. 30 марта, 21 час. Опубликовано видео пожаров в спорткомплексе «Олимпийский». Кроме того, следствие выявляло и факты нарушения требований пожарной безопасности в организациях. В качестве примера ведомстве привели Новосибирскую область, где фирма «Обувь НСК» размещалась в здании, сети которого не предназначены для производственного процесса. Из-за большой перегрузки возник пожар, погибло 10 рабочих. К уголовной ответственности привлечен собственник здания, который не принял мер к обеспечению пожарной безопасности. Ранее был осужден директор московской типографии, где в связи с неисправностью осветительного оборудования и захламленностью помещений горючими токсичными веществами и предметами, возник пожар, в ходе которого погибло 17 человек, напомняли ВСК. Большинство же случаев, 63%, пожаров связаны с оставлением бесприсмотра источников открытого огня. Так в Омской области 5 человек погибли при пожаре в общежитии колледжа, который возник из-за того, что на электрической плите без присмотра была оставлена сковорода с маслом. Мужчина за совершение этого преступления приговорен к 2 годам 8 месяцев лишения свободы, говорится в сообщении. Кроме того, ВСК сообщает, что часто виновники пожаров допускали неосторожное обращение с огнем при курении либо оставляли источники огня, спички, зажигалки, в опасной близости от детей. 4 февраля, 9.34. Опубликовано видео пожара в центре Москвы. Сезонный характер. Проблема гибели людей на пожарах в большей мере носит ярко выраженный сезонный характер, отмечают следователи. Количество трагических случаев возрастает с началом холодного времени года во время эксплуатации различных нагревательных электроприборов, печного отопления. Ситуация усугубляется большой удалей частного сектора в жилом фонде, а также значительной удаленностью сельских поселений от городов и районных центров. Наиболее важными и очевидными проблемами пожарной безопасности остаются недостаточная эффективность превентивных противопожарных мероприятий и мер, принимаемых гражданами и собственниками объектов для охраны своей жизни и имущества от пожара. Недостаточное финансирование мероприятий по приобретению средств обнаружения пожаров, добавили в СК.